Дорогие друзья, всем привет! География клинка с каждым годом все больше и больше расширяется. Например, здесь, в Краснодаре, мы уже в третий раз. Выставка клинок на Кубани крайне интересное мероприятие. Пойдемте вместе посмотрим, как к ней готовятся участники выставки. Выставка клинок в Краснодаре проходит с 14 по 17 сентября в арт-пространстве «Пустое место». Мы снимаем данный материал за день до открытия, так что приходите, вы успеете все посмотреть. А мы сейчас обойдем участников и посмотрим, кто как готовится к выставке. А здесь у нас на стенде «Империя ножей» внезапно находится Санчес. Санчес, дорогой мой друг, поздоровайся с нашими зрителями. Дорогие друзья, всем привет! Я очень рад всех видеть в Краснодаре. Слушай, удивительно видеть тебя на стенде «Империи ножей»? Ну, ничего удивительного нет, на самом деле. Сколько лет мы провели с «Империей» плечо к плечу. Поэтому на этой выставке я буду находиться на этом стенде, работать на стенде «Империи ножей» и на стенде «Южного криста». Поэтому я сейчас вот раскладываю «Империю ножей», а когда подвезут ножи от «Южного креста», буду их раскладывать. Какие у тебя ожидания от данной выставки? Слушай, я первый раз на этой выставке в Краснодаре и ожидания, ну, общаться очень хочется, всех увидеть. Приятно было, что краснодарские друзья нас вчера встретили с поездом, это было очень приятно. Ребята, вам большое спасибо, вам большой привет от нас лично. Мне понравилось это место, здесь интересное здание, очень уютно. Надеюсь, что и жители Краснодара порадуют нас своим присутствием и все эти интересные ножи увидят и что-то купят. Да, обязательно всех ждем на наших стендах, на всех стендах, которые здесь есть. Все будут очень рады вас видеть. Ну, ты продолжал раскладывать ножи, а я пойду еще посмотрю, как другие ребята готовятся. Давай, давай, а я потом пробегусь, потому что я еще не успел все пройти и посмотреть, что ты приехал. А, вот и Южный Крест приехал. О, я не успел разложить империю, а уже приехал Южный Крест. Саша, спасибо. Держи пока так, постой часик. Расскажи, как добрался до Краснодара? На машине. На машине. И, Саша, привез много интересных новых ножей? Да, есть наши прямо-прямо новые-новые с бумажными картой ножи, бумажными карты, скримка, да, вот такие вот темы. Вот, посмотри. Да, классно. Это прямо на view, это презентация, то есть даже, ты видишь, как бы не на Москву, а именно на Краснодар мы привезли. Классно, новинки именно на Краснодаре. Да, да, да. Мы еще потом подойдем к тебе отдельно, поговорим про все эти ножи, снимем отдельно, может быть, даже видео, а сейчас просто ходим разговаривать с ребятами, их ожидания от выставки и общее впечатление. Ну, как бы я уже второй год езжу на эту выставку, есть понимание, что здесь людям нужно, собственно говоря, вот привезли, то, что просили в том году, ребята, я все это привез. Друзья, кто просил в прошлом году, ждем, мы записываем это видео в среду еще до открытия выставки, поэтому полный ассортимент ножей присутствует, приходите прямо завтра, иначе все раскопят, ждем. Друзья, удалось поймать Михаила, Миша, еще раз привет. Я старался спрятаться как мог. И мы тут прямо практически в центре выставки, у нас здесь слева кутина за династией, за спиной Кизляр Суприм интенсивно готовится к открытию. Скажи в двух словах, какие у тебя ожидания от предстоящей выставки? Ожидания хорошие, потому что мы целый год ждали, чтобы снова приехать в Краснодар, снова собраться вместе со всеми. И я думаю, с учетом того, что собралось много интересных участников, много интересных работ они повезли, будет здорово. Я тоже в этом уверен, поскольку в Краснодаре большое количество ножеманов, здесь очень большой, крупный ножевой клуб. Ребята, мы вас всех ждем, приходите. Здесь реально большой выбор ножей, множество замечательных, интересных участников. Не упустите такую возможность. Ждем нас. А здесь у нас кузница Медведь. Андрей, большой привет. Ну, расскажи, какие у тебя ожидания по поводу выставки в Краснодаре? Слушай, уже два раза до этого здесь были, все, в принципе, нравится, народ очень общительный, беситриимный, как и весь народ, в принципе, отъюжный. Мы Краснодар мы отдельно сильно любим, здесь множество замечательных ребят-ножеманов. И я смотрю, ты привед большой выбор ножей? Да, будет еще больше, еще не все разложим. Так что, ребята, приходите на стенд кузница Медведь, здесь вас ждут самые острые и любимые ножи. Отлично, спасибо тебе большое. Друзья, подошел к стенду мастерской сковородихина, привет. Привет. Ребята уже разложились и очень рад видеть тебя здесь в Краснодаре. А себя тоже, тебе рад. Да, расскажи, какие ожидания от выставки? Мы ждем только много людей, много эмоций, добра, хороших продаж, тепло, классно вообще. Рядом море, 200 километров отсюда. На самом деле, друзья, вот вы говорите, надо расширять географию выставки. Нужно, чтобы в разных городах выставка проходила. Но для того, чтобы выставка проходила в разных городах, нужно на нее приходить, нужно смотреть на жизнь. Да, участвовать, обязательно покупать. Если вы не приходите, собственно говоря, выставки и не будут проходить. Поэтому ваше непосредственное участие нам очень нужно. Приходите, смотрите. Вот замечательный выбор ножей. Стараемся только для вас. Так что всех ждем. И не надо, что это дорого. Друзья, мы подошли на стенд золотонож. Артем, привет. Очень рад тебя видеть. Ты постоянно участник выставки Клинок и, как всегда, приехал в Краснодар. Чем планируешь порадовать наших гостей? Слушай, это выставка первая за все годы мастерской, когда я могу сказать, что мы не то что готовы, мы переготовы. Мы привезли все. Мы привезли юнги в Элмаксе по 5700. Мы привезли уйму канадцев. Чуть не сконтерился. Реально очень много. Мы привезли два пакета Элмаксе. Это примерно G60. На G в М390J. Кучу коллекционки. Кухню забыли. Да и черт с ней что называется. И еще я привез прототип. Это уже не тактический, а почти стратегический. Мы отдельно кей придем посмотреть. Да, он кривой-косой, потому что мы с Кайдексом только учимся работать. То есть он будет доработан. Потому что первая версия мы уже так пожамкали, потестировали. Надо немножко габарит доработать. Но я все равно привез. Просто интересно. И поглядел. Скажи нашим зрителям, и это очень важно, не все про это знают, какая у тебя цена на ножи из Элмакс? От 5700. Ребят, реально, ножи из Элмакса до 6000. В термичке от Бурова. Приходите, обязательно смотрите. Все ждем на выставке. Спасибо тебе большое, еще увидимся. Привет. Ребята, я всех приветствую. Да, у нас только приехал груз. Вот разгружаем грузовик. Коробки у нас еще стоят. У нас много товара. Всех ждем на выставке клинок. У нас много интересного. Поточить ножи, пообщаться, купить, конечно же, нашу точилку. Что еще сказать? Ну, скажи о том, что в Краснодаре огромное количество ножеманов, которым обязательно нужны точилки. Помимо этого, что здесь много ножеманов. Ну, это понятно. Выставка клинок, это всегда у нас много ножеманов. Это движуха ножевая и опова ножевая. И в субботу еще будет заруба, которую вы видите, организовывая. Это мы спонсируем. И к тому же еще участвуем. А рекорд, насколько я помню, пока еще за мной. Это так. Поэтому, ребят, приходите болеть. Всех ждем. И не только в субботу, а каждый день приходите. И мы тебе самый главный вопрос, который мы зададим отдельно и вырежем этот. Но я очень хочу это записать. Давай. Ответь мне на самый главный вопрос. Выставка еще не началась, а у тебя столько коробок с деньгами. Как это возможно? Секрет. Ребят, учитесь бизнесу только в ТС-профиле. Да. На самом деле, вот это все должно быть продано. Поэтому, ребят, проходите. И чтобы вы вот это вот все скупили. Чтобы не везти обратно, а то жалко. И опять-таки своим участникам вы поддерживаете всех участников выставки. Для того, чтобы они привозили интересные новинки. Чаще бывали в разных городах. Потому что, если вы все скупите, у нас будет стимул сделать что-то новое для вас. Все. Спасибо тебе большое. Успехов на выставке. Спасибо. Коробки с деньгами заводит ТС-профиль. Еще до открытия выставки. Молодцы. Сколько миллионов тут у тебя? Да, всего лишь пять. Пять. Я, как человек знаю, скажу, что пять в одну коробку такой влезаю. Так что не надо свистеть. Обходя выставку, подошел к Илье. Привет еще раз. Я вижу, что ты интенсивно готовишься. Да. Давай покажем друзьям вот эту вот красоту. Во. Бурлакс. Вот тут в коробках множество ножей. Я так понимаю, что Микарта ты не привез в красоту? Да, она вся на ножах. Она вся на ножах. И ты привез несколько интересных... Да, новых моделей. Думаю, вы там сделаете обзор, покажете. Да, мы сохраним интригу, потому что здесь все еще в коробках. Вот, ребят. Вот тут все. И поэтому приходите. Уже буквально завтра мы открываемся. Все это будет здесь красиво разложено. Вы сумеете потрогать. Все это тактильно ощутить. Потому что Микарту нужно обязательно трогать руками. Обязательно. На фотографиях совершенно невозможно ощутить вот это вот удовольствие. Тактильные ощущения. Она совершенно по-разному себя проявляет. Ну и так как я приехал без материалов, все, что в Краснодарском крае купят в период проведения выставки, мы отправим бесплатно то, что понравится на сайте. Ну вообще отлично. Спасибо тебе большое. А вас мы всех ждем. Я уже, наверное, в пятый раз сказал. Ждем? Да. Ждем, ждем, ребят. Будет здорово. Спасибо тебе большое. Удачи на выставке. Спасибо. И вам тоже хорошо поснимать. Ну как раз Илья вешает ту вывеску, о которой мы только что говорили. А я подошел к стенду Даггеров. Ребята уже разложили всю свою продукцию и ненадолго отошли. И хочу сказать, что Даггер это сильно любимый лечебной бренд. Поскольку не так много российских компаний занимаются производством складных ножей, надо их поддерживать. И для меня это очень важно. То, что в России все-таки делают складные ножи. А здесь, слева от меня, Рязанская литейная мастерская раскладывает свою продукцию. Завтра весь ассортимент, ребят, можно будет увидеть на выставке. Тут у нас еще не все стенды готовы. Но вот кузница Коваль разложилась. У ребят также интересные классические ножи из Ворсма, которые, я думаю, многим понравятся. Все-таки мы любим этот регион за их традиции и качество. Вот, ножевой двор уже разложил всю свою продукцию. Здесь у нас ножи товарища Стазавьялова открываются. Мастерская дядя Гарри еще не приехала, так же, как и три богатыря. Но мы их ждем. Вот у трех богатырей реально очень интересные ножи, которые обязательно надо потрогать своими руками. Поэтому, друзья, я рекомендую вам все-таки приходить на выставки. Мы, конечно, призываем вас покупать ножи, поскольку именно покупками ножей вы стимулируете участников приезжать на каждые выставки. Но, тем не менее, именно посещать выставки, приходить, трогать ножи своими руками – это очень важно. По личному опыту и опыту моих друзей я знаю, что в регионах не так много магазинов, где можно в розничную купить ножи. И многие мои друзья, в том числе из Краснодара, покупают ножи через интернет-магазины. Интернет-магазин – это хорошо, дает нам свободу выбора. Но, тем не менее, именно прийти на стенд, именно потрогать ножи своими руками, именно понять, подходит лично вам тот или иной нож, дает возможность вам наша выставка. Поэтому приходите, посмотрите, пообщайтесь с производителями, пообщайтесь с продавцами, приглядитесь к чему-то. Это интересно, и для всех нас это важно, и для участников, и для нас, как для ведущих, и для людей, которые производят, продают ножи, организуют выставки. Всех вас ждем, друзья. Приходите.